Родился я в посёлке Большое Казино, Балахнинского района. Учился, потом женился. Потом 92-й год, да, в 92-м году пуча-то была. И как-то забеспокоились, семья всё-таки была, уже образовалась. Двое детей было. И как-то вот торкнулась сюда, как бы, спастись здесь. Около 30 лет мы здесь живём. Муж в своё время здесь охотился. Вот, приехали, хотели купить Наумову деревню. А там говорят, говорит, ой, там ещё, говорит, есть смолёные. Ну, там никого нет, и дорога плохая. Я говорю, Юра, давай смолёные, уедем, там никого нет. Городская суета уже надоела. Ну, и так, приехали, посмотрели. Ой, я говорю, красота. Я говорю, мы остаёмся здесь. Так мы приобрели этот домик. Мы когда здесь начали жить, здесь было около 20 человек, жителей местных. Ну, кто-то уехал, кого-то дети увезли, кто-то умер. А мы остались одни, и вот ещё сосед. Бывший мой начальник купил здесь дом. Мы и не стремились к этому подвигу, а получилось, как бы, маленький подвиг. Сохранили деревню. Работал многое как-то тут, и самостоятельно что-то делал. Вот я, самоучка-каменщик, самоучка-печник. Вот дом строил с нуля сам, своей головой, своими руками. Стройматериал. Ну, ведь не всё можно купить. То есть, ну, надо средства какие-то. А тут просто только свой труд. Камень вывозили с поля и складывали, а у меня УАЗик был. Я прицеп купил специально для этого. Навозил камни. Я собаку первую с вами приобрёл в 77-м году. Лайку. Ну, в то время, это ещё хорошие деньги, это 140 тысяч. 140 рублей. Тысячи тогда не было, сейчас мы привыкли тысячи. Покупал. Со скандалом в семье был, скандал всё-таки. Но, с другой стороны, поступок мне было 17 лет. Деньги были предписаны, как бы, ну, мне на что-то, на какие-то мои нужды. Но я вот распорядился так. А когда сюда мы приехали, здесь же воля, ну, кто может себе позволить вот три собачки держать? Ну, в городе это очень накладно, очень страшно. Ну, это просто неудобно. Лайка, она всё-таки сюда водолюбивая животное. Тех же пчёл. Разве мы в городе будем держать? Пчёлами я, это через детство. У товарищей были пчёлы. Вот, и я с ними занимался потихоньку. Я хотел после 8 класса идти документы отвезти в Воротынский район. Там ПТУ по пчеловодам было, набирали. Мама не отпустила. Ну, в итоге я освоил это. Ну, увидел, как делал, что-то спрашивал. Ну, литературу читал какую-то. И вот постепенно, постепенно. Ну, ящик, ну, какой ящик пчеловод на 3 с минусом. Ну, это дыма я разжигаем, чтобы к пчёлам подходить. У них инстинкт, то есть при запахе дыма пчела поспокойнее 7 минут. Сейчас рамочки сделаем, чтобы расстояние между ними было правильное. И всё соберём, всё оттеплим. Это расстояние между рамочек, чтобы пчела могла к каждой ячейке подойти. Если мы прижмём очень-очень близко, тяжело, пчела не пройдёт. То есть нектар не положить. Грубо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, так, 16. 16 на 2. Вот так, как в среднем 2 килограмма. 32 и плюс ещё внизу. То, что здесь и душой, и телом, и всем отдыхаешь, конечно, это намного лучше, чем в городе. И дети сюда с удовольствием ездят. Вот наши дети выросли здесь. Я уже так мало в городе бываю, что я даже не могу назвать городские плюсы. Вы знаете, вот мы приехали у Семёна, у нас у внука проблемки у него, тут зубик заболел. И мы поехали в город лечить. Они здесь у нас голые бегают, практически в трусиках, раздетые. Там вот это, только если ножки испачкают, там в курином помёте всё. Мы вышли гулять у дома на детскую площадку. Если здесь мы каждый день у нас баня, мы моемся, они там садятся в тазик, и это натираем не каждый день, мыльцем помыли, всё, ребёнок чистый. В городе они погуляли, вы знаете, я еле их отодрала мочалкой, вот на самом деле. Ну здорово тут, ну вот, знаешь, скучно, устал там чего-то, можно зимой, предположим. Прогулку на лыжах до зимой, 8 километров. Приехал, отдохнул, печечку изстапил, ну, одобренно поохотился можно. А тут, с другой стороны, ещё медаль, чем ещё хорошо? Спокойно, дети гуляют, в воздух, никаких хулиганов. Мы ведь посмотрим в городе, да, сколько всего у нас. Страшно, а всё-таки 5 внуков. А и дети у меня здесь выросли, даже до внуков. То есть и внукам сейчас, вот, они вместе с нами чай делают. И за грибами ходят, и за ягодами ходят. Полиночка у нас уже, Иван, чай делает сама. Вот, всё, деду помогает. Она не ходит, собирает чай, листики. Вот здесь обрывает, всё, она уже всё знает. Она знает все деревья, знает она у нас, какие грибы есть. Она знает и рыжики, и подберёзовики, и белые, и маслята. Она все грибы знает. И всё говорят, я не умею, это просто человек не хочет. Просто человек не хочет. Нет такого, чтобы не сделал наш русский народ. Я всё говорю, с Божьей помощью, со всем. Я говорю, всё можно сделать. Ничего страшного нет. Я очень долго вот над Иван чаем тоже думала. Всех слушала, у меня подруга делала, друзья делали. Всё думаю, ой, у меня, наверное, не получится. Я, значит, выслушала всех насчёт чая и сопоставила. Что чай, чтобы у него прошла ферментация, ему нужно тепло. Мы ферментацию делаем в бане. И когда мы приходим мыться вечером, там лежит вот этот чай. Такой идёт аромат чудесный. Потом, значит, достаём, пропускаем через мясорубку. Или можно будет скрутить его, помять вот так вот. Или ножом порезать. Или оставить просто листочками. И сушить тоже его, конечно, лучше всего в русской печи. Мы чаем стали заниматься. Я прочувствовал себя, я поменялся, я крепче стал. Мои, 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 все зубы мои. Ну, я ем, мёд здорово ем. Я с детства ем, мёд ем всегда. Я в течение года, ну, я флягу съедаю ему. А потом, тут кругом здоровье. Бобровая струя. Это единственное животное, у которого есть своя аптека. Бобра. Струя, которой он, у него когда бывает беда какая-то, он как бы берёт оттуда свои силы забирает. А для людей идёт настойка. И я каждый год её пропиваю. Иммунитет поддерживает. Берёзовая почка, бессмертник, тысячелизник и зверобой. По 100 грамм каждой травы. И каждый день по столовой ложке вынимаем и запариваем на пол-литра воды. Потом, когда она запарилась, ушла, осела, процеживаем. И добавили медочку, разделили на два раза. Утром, перед завтраком, за 20-30 минут. И уже когда мы головушку свою на подушечку ложим, выпиваем. И пьём, пока не кончатся эти 400 грамм. Это раз в 5 лет пьёшь. Силы даёт, здоровья даёт. У меня было, вот я помню, один раз с радикулитом. Но это давно было, 30 лет назад. Вот это я помню. Я на позвоночек пчёл сажаю. Идёшь на пасеку поглядеть, возьмёшь пчёлку, посадишь. Чисто профилактически. Я стараюсь как бы так побольше. И на все части тела, что тут так бы. И на шею, и на голову, и на руки. В следующем месяце, 15 числа, мне будет 60 лет. Я как, нормальная? Ну, так, ну чё же? Стоит этого? Стоит, конечно, ещё 5 внуков. Так все условия здесь есть. Горячая, холодная вода. Баня. Баня каждый день. Это тяжело позволить себе в городе. Сегодня даже веник купить. Сторого дня. А здесь сходил и срезал. Встаём мы рано. 7-6 часов. Курочек кормим. Вот, ставим им покушать. Внуки тоже рано просыпаются. Ну, а там уже домашние дела. Если успеваю, сбегаю в огород. Вот. Ну, а потом, если грибы, ягоды, ухожу в лес. Полиночка очень любит ходить, она со мной. Вообще природу очень люблю. Наверное, поэтому и уехали с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, всё повторяется. Я тоже как-то по молодости не думала, что я уеду в деревню. И я думаю, что кто-то из моих детей тоже сюда приедет. Потому что им очень нравится. Они с удовольствием сюда ездят. Ну, они выросли здесь. Я думаю, и внуки будут ездить. Наверное, деревня не пропадёт. Не надо бояться. Ничего страшного в деревне нет. Просто надо быть уверенным в себе. Приезжайте, ради бога. Здесь хорошо. Здесь можно взять землю, отстроиться. Главное, не бояться. Редактор субтитров А.Семкин